МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевизия Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Лед тронулся. Сегодня спасатели проверяли толщину льда на Волге. По предложениям горожан, мэрия Чебоксара обсуждают перенос ряда маршрутов общественного транспорта из центра на другие улицы. Весенние ласточки. В Ядрине состоялся всероссийский детский турнир по мини-футболу. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководителями образовательных учреждений высшего образования и профессиональных образовательных учреждений республики. Система образования республики получила высокую оценку премьер-министра России Дмитрия Медведева, вице-премьера правительства Ольги Голодец, и министра образования Дмитрия Ливанова. Михаил Игнатьев отметил, это результат совместной работы. В Чувашии, несмотря на все экономические трудности, финансирование сферы образования не сокращается. На эти цели направляется одна треть бюджета республики. Участники беседы озвучили свои предложения о сотрудничестве образовательных учреждений с предприятиями республики, а также подняли тему улучшения качества образования. У нас есть полное понимание, в принципе, есть еще все инструменты взаимовлияния друг на друга, как начиная общая, дошкольная, общая, СПО и ГУС. Мы сегодня выстраиваем такой вертикаль для ученика, прежде всего, траекторию, чтобы у него была возможность обеспечить, а, преимущественность детского сада, школа, СПО, СПО, ГУС. Б, сделать так, чтобы эта траектория была для всех понятна и прежде всего для улучшения, потому что окончательной финишной траекторией все равно является получение высшего образования. Завтра в Чебоксары приезжает делегация итальянских бизнесменов. В Доме правительства пройдет очередной раунд переговоров. С Италией и у Чувашии давние связи. В эту страну мы поставляем химическую продукцию и измерительную аппаратуру. В Сапенин к нам привозят продукцию пищевой промышленности, кабельное и электрооборудование, сырье для химического производства. В настоящее время внешнеторговыми партнерами Чувашской республики являются более 80 стран мира. В 2015 году на Петербургском международном экономическом форуме президент страны Владимир Путин назвал Чувашию в числе лучших регионов для ведения бизнеса. Республика заняла 9 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Неудивительно, что итальянцы видят в нас надежных партнеров. Это, кстати, уже не первая деловая миссия. Встречи и переговоры с итальянскими бизнесменами проходили и осенью. Сегодня о своем намерении участвовать в выборах депутатов Государственной Думы заявил глава столицы, лидер чебоксарских единороссов Леонид Черкесов. Он подал документы для участия в предварительном партийном голосовании. Глава города Чебоксара Леонид Черкесов представил в региональный оргкомитет весь необходимый пакет документов. В течение пяти дней его заявления рассмотрят. Посоветовался с однопартийцами, посоветовался с коллегами и решил участвовать в праймере. Я чувствую силы, а самое главное, я чувствую поддержку наших избирателей. По состоянию на 5 апреля региональный оргкомитет принял 16 заявлений. 12 человек уже зарегистрированы для участия в предварительном голосовании перед выборами в Государственную Думу России по Канарскому и Чебоксарскому одномандатным округам и по списку Единой России. Каждую субботу они участвуют в дебатах, где обсуждают вопросы развития образования, медицины и экономики. Подобные встречи будут проходить в несколько этапов и продлятся до 15 мая. Среди участников предварительного голосования конкуренция не то что является чем-то плохим, она наоборот поощряется. Весь смысл самого проекта, огромного, большого на всю страну под названием предварительного голосования, выявить наиболее сильных, наиболее подготовленных кандидатов, которых потом, впоследствии, партия будет выдвигать в Государственную Думу. Ни один из кандидатов не сможет участвовать в выборах, не пройдя процедуру предварительного партийного голосования. Оно намечено на 22 мая. В Санкт-Петербурге стартовал медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость Общероссийского народного фронта». Центральные темы медиафорума – острые проблемы жизни регионов и профессиональные вопросы развития независимой журналистики России. В работе форума принимают участие более 450 человек – журналисты, представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. В числе участников – корреспондент национального телевидения Чувашии Ольга Пырочкина. Программа медиафорума традиционно включает в себя панельные дискуссии, сессии, мастер-классы. С утра мы работали по секциям. Я, например, отношусь к секции регионального телевидения. Ее вели депутат Госдумы, журналист Ольга Тимофеева, главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Бекасов, заместитель генерального директора ВГТРК «Рефат Сабитов» и другие интересные спикеры. Например, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Мы беседовали о правовой поддержке региональных журналистов, распространении вещания телеканалов в мультиплексе, заполнении эфира, которое бы могло конкурировать с федеральными телепрограммами, об информационной политике канала в предвыборный период и объективном отражении событий в регионах, общении с местными чиновниками и авторском праве. Во второй половине дня основными темами дискуссии стали государственная поддержка региональных средств массовой информации и актуальной проблемой российских СМИ. Медиафорум УНФ – это площадка для диалога региональных журналистов и власти, возможно, меняться мнениями и опытом по разным проблемам с коллегами из других регионов, послушать специалистов и руководителя федеральных СМИ. Впереди у нас еще два дня и, возможно, в один из них мы сможем пообщаться с президентом Российской Федерации, лидером общероссийского народного фронта Владимиром Путиным. Лед тронулся. В зону паводка в республике могут попасть 55 населенных пунктов. Все они находятся на территории 16 муниципальных районов республики. Если половодье окажется чрезмерно обильным, вода может затопить 100 метров автодороги. Физкультурно-спортивный комплекс близ села Шахазана Канажского района конно-спортивную школу в селе Порецкое. Чтобы избежать такого развития событий в республике, проводятся противопаводковые мероприятия. Установка защитных дамб и берегу крепительных сооружений, испытания электрооборудования и индивидуальных средств защиты. Противопаводковая кампания в самом разгаре. Создана противопаводковая комиссия. Назначены ответственные лица среди оперативного персонала по каждому объекту. Определены составы сил и средств для выполнения этих мероприятий. Провели комиссионные обследования объектов инженерной защиты. И комиссия пришла к выводу, что объекты инженерной защиты готовы в основном к пропуску весеннего паводка 2016 года. Одни и те же дома из года в год попадают в зону потопления. Но многие жители отказываются от эвакуации. Страх за свое имущество становится сильнее страха за собственную жизнь. Бесстрашием, граничащим с глупостью, отличились местные рыбаки. В погоне за крупной рыбой они рискуют самым дорогим. Минувшие выходные под лед провалились два человека. К счастью, их удалось спасти. Трухину льда можно определить визуально. Прочность льда. Голубой лед, он самый прочный. Прочность белого льда в два раза ниже, чем голубой. Серый лед, зеленый, он смертельно опасен. На него выходить не рекомендуется. Безопасным толщина льда считается для нахождения на льду. Как правило, спасатели считают 10 сантиметров. Но рыболовы этим постулатно пренебрегают. Если все-таки вы пренебрегли правилами и оказались подо льдом, главное не паниковать. Необходимо издать громкий крик, чтобы кто-то на берегу вас услышал. В то же время можно попробовать выбраться самому. В первую очередь нужно попытаться снять верхнюю одежду. И затем раскинуть руки. Выбираться из воды на лед нужно спиной, ногами выталкивая свое тело. Многие пострадавшие совершают большую ошибку. Цепляются за лед руками и ломают края. Промоина от этого расширяется. И выбраться из нее становится все сложнее. Но самый верный способ спастись – отложить зимнюю рубалку до следующего сезона. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. В столице Республики обсуждается предложение горожан пустить часть маршрутных автобусов, которые сейчас курсируют по центральным улицам Карла Маркса и проспекту Ленина, на Президентский бульвар и улицу Энгельса. Отдел транспортного обеспечения администрации города разработал предложение по изменению схемы отдельных маршрутов и организации их движения. Однако прежде чем изменения будут приняты, чебоксарцам предлагается принять участие в опросе на сайте и ответить на вопросы. Чувашские оперативники по горячим следам раскрыли грабеж, совершенный в Чебоксарах в отношении 95-летней горожанки. Незнакомцы вошли к ней в квартиру под видом работников ЖКХ. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. Тот день 95-летняя жительница дома по Московскому проспекту до сих пор вспоминает с ужасом. Утром в ее квартире раздался звонок. Мужской голос за дверью ответил ей, что пришли проверить сантехнику. Дверь открыла, и три мужика валились вот сюда в комнату. И меня повалили на пол. Руки, ноги завязали. Здесь клеп. Я ничего не могу сделать. Нападавших было четверо. Трое мужчин и одна женщина. В квартире они обнаружили 50 тысяч рублей. Но вскоре незваным гостям пришлось ретироваться. Их спугнули настойчивые звонки в дверь соседки, которая периодически навещала пенсионерку. После ухода злоумышленников потерпевшая смогла кое-как освободиться и позвонила в полицию. Этот факт сразу же был взят руководством МВД на личный контроль. На раскрытие преступления были брошены лучшие силы уголовного розыска. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-роженцевых мероприятий и следственных действий, также благодаря сложным действиям сотрудников полиции и экспертов, удалось выйти сначала на одного преступника, установить. Потом установили место жительства соучастницы. В течение нескольких часов полицейским удалось установить личности всех подозреваемых и задержать их. В настоящее время трое мужчин 28-43 лет и 37-летняя женщина арестованы. По предварительным данным, именно она узнала адрес одинокой пенсионерки. Позже потерпевшая вспомнила, что двое из них, в том числе и женщина, уже ранее приходили к ней под видом работников газовой службы. Тогда после их ухода пропали деньги. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены наркотики и около 15 тысяч рублей. Остальную сумму злоумышленники уже успели потратить. Это очень много. Я эти деньги копила сколько лет на похороны. Я же старая, мне умирать скоро. Полицейские располагают информацией о причастности данных людей к совершению еще как минимум одного подобного факта. Если вы стали жертвой их преступного посягательства, обращайтесь в полицию по номеру 02 или 020 сотового телефона. Баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» провела первый матч серии плей-офф в рамках Суперлиги 2-го чемпионата России. Наши спортсмены встречались с командой «Строитель» из «Энгельса». В первой половине встречи игра шла на равных и на большой перерыв команды уходили с ничейным счетом. Затем гости из «Энгельса» взяли инициативу в свои руки и начали забивать в основном из-под кольца. Наша оборона не справилась с атаками соперника. Результат матча 68-81 в пользу «Строителя». По словам главного тренера «Ястребов» Сергея Худаева, после Нового года соперники усилили свои позиции. В команде появилось больше мастеров спорта, с которыми наши пока не могут соперничать. В четверг, 7 апреля, «Чебоксарские ястребы» играют в «Энгельсе». По регламенту финал выйдет та команда, у которой будет две победы в серии. Если же «Ястребы» не смогут выиграть, то им придется играть в турнире за 5-8 места. В Ядрине прошел всероссийский турнир по мини-футболу «Весенние ласточки». На призы секретаря регионального исполкома партии «Единая Россия», депутата госсовета «Чувашия» Николая Малова. За звание лучших футболистов боролись 7 команд из Приволжского федерального округа. О том, что футбол для самых выносливых спортсменов, здесь знает каждый. Ведь за один матч игроки в среднем пробегают до 11 километров. В физкультурно-оздоровительном комплексе Ядрино собрались юные футболисты. Их возраст 11-12 лет. Требования к ним более чем серьезные. Настроенный турнир у всех один – победа. Команда перед началом соревнований дает оценку своим соперникам. Я считаю, что наш самый сильный соперник Лыского и команда наша в отличие от них. У них много техники, много скорости. Играют много тактики. Почти все ребята в детстве играют в футбол. Ведь это один из самых любимых видов спорта мальчишек. Кирилл Сафронов из Чебоксар на примере своего отца начал играть в футбол. Он стоит на воротах, лучший воротарь сборной «Чувашии». У него есть кубок большой. Играю 5 лет и пытаюсь больше нарабатывать технику, тактику и удар. А мой настрой на сегодняшний день боевой. Я готов в защите на ноль, никого не пропускать. А пропускать действительно не пришлось. Сборная Чебоксара обыграла шумерлинцев со счетом 5-0. Поддержать юных футболистов приехали родители и гости. Секретарь регионального отделения «Единая Россия» Николай Малов отметил волю юных футболистов к победе и мужской характер. Сегодня в каждом муниципальном районе у нас имеются такие фоки с бассейнами. И, конечно, они не должны пустовать. Именно так то, что сегодня мы видим в этом зале. Детский смех, крики, дети балуются, играют. Но и в то же время сейчас на площадке, на футбольном поле мы увидим страсти. Страсти взрослых, страсти искренние и настоящие. Это нужно не только нашим детям, наверное. Это нужно нам, это нужно родителям. По итогам турнира «Весенние ласточки» чебоксарцы заняли третье место. На втором команда из города Лыскова. А победителями стали гости из города Пенза. Мы в первый раз в Чувашии очень хорошо встретили. Ну и очень хороший фокус. Я круглый год играю в футбол. И мне нравится тем, что тут показываешь свой характер и напор. Анастасия Алангина, Россия Мухаммедов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин